Добрый Ожский. Почти полдень. Нет, что-то между полднем и вечером. В общем, три часа дня. Едем сейчас к знакомым, к знакомым узбекам. И они сейчас будут готовить настоящий... Какой это будет плов? Ожский. Ожский плов. Ожский плов из Девзиры. Повар, по-моему, узбек. Ожский плов. Настоящий плов однозначно будет, потому что можно сказать, что не Ож, а рядом находится Узген. Это родина Девзиры. Вообще вот это вот все. Андижан, Ож, Узген. И опять наша любимая стихия кухня. Так, это, скажите, пожалуйста, Исман Акя, да? Да, да, Исман Акя. Это плов какой называют? Ожский? Да, Ожский. В городе Ож так все готовят. Рис нам замачиваемся. Здесь сколько будет плова получается? День. Беркило. Здесь 800 грамм. На 800 грамм Девзиры сколько моркови идет? 800 грамм. 800 грамм. А мясо? 800. Тоже 800. А лука? Лука, а не вешу. Две штуки. 100 грамм, 150, да? Ну так. Самый ходовой рис здесь Девзира? Или еще какой-то любят? Есть же, вот, Актупак, Баткинский есть. Актупак? Актупак, да? Вот, Курдюк, 300 грамм добавляйся. Так, мясо я вижу, говядина будет. Да, говядина заказывается. А этот плов получается готовится только на Курдюке или еще масло добавляется? Да, можно масло делать растительным. Можно на Курдюка. А какое чаще всего заказывают? На масле или на Курдюк обязательно? Лето осталось на масле, зимой обязательно нефть купить. Обязательно. Согревающий эффект от Курдюк, да. Курдюк, да, 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 можно так говорить. А вы уже порционно делите, да, получается мясо кусочком? Самое любимое блюдо в городе Ош, какое у жителей? Плов? Да, все любят плов. А что, да? Первое, плов, все. Это плов. Не могу, не могу, не могу, не могу. Милли-тоумляр. Милли-тоумляр, да. Не надо еда, не еда. Не еда, не еда. Вот самсы кушаешь, да? Например, сегодня самсы кушаешь. Я, например, могу месяц не кушать. Ага. Самсы, когда соскучишься на самсу, можно самсу подкушать. А плов я каждый. А ваш любимый плов из какого риса? Узген. Узген? Я сам люблю Девзген. Узген, это Девзира? Девзира, да. Это же Девзира на мировой рейд. Это же первое место, друзья, было при Союзе. Это было в Москве. Это в каком году? Ну точно, в таком году, да? По-моему, Сексенбиш. Это самый дорогой, получается, рис, да, здесь? Да. Или есть какие-то прям элитные сорта риса? Узгенский тоже отличается, вот, каракултрек, мусо 2, мусо 3, гузвай, ну, всякий. А я люблю вот это каракултрек, это же самое такое. Ну да, и вандижане тоже его любят. Каракултрек, да, это уже сейчас не найдешь. Редко получит, увидишь, на рыбе. Я знаю, где вандижане есть. Каракултрек. Каракултрек, они оттуда, пока не готовы, они деньги дают уже сразу вот. А, еще не вырос рис, и уже... Не вырос, да, вот, или 3 тонны каракултрек, все. Вот так сами не надел, потом. А лежатся, все собирает. Весь рис забирают, да? Здесь центральный газ есть, да? Ну, наверное, я так понимаю. Давление хорошее, смотрю. Да-да-да, это прородный. Казан Кабаб. Казан Кабаб. А у вас тоже пирожок называется? Да, пирожок. Это тоже, здесь картошка. Куварда. Куварда, просто жареное мясо. А? Нет, это не джиппит, это... Это соусный полжайка. Это говядина? Да, это говядина. А вы его на масле поджариваете или на курдюке? Да, на курдюке все. Воды вообще не добавляете? Нет, воды я не добавляю. Ясный сок, вот, остальные вот это помидор. Ну, от овощей получается. Да, от овощей. Вот, все надо. Пирожок. Пирожок вандижане называют, по-моему, да? Да. Вандижане, еще где. Ну, вообще, в долине пирожком называют. А какую морковь у вас здесь любят, желтую или красную? Желтую. Желтую любят? Красную, это... Узбек, он и в Киргизии узбек. А что такое джарма? Это какой-нибудь, это... Это я сам, который... Айран или что-то? Типа Айран, да. Песено, да? Песено, там, кукуруз. Это я сам из дома сделаю. А давайте мне прям чуть-чуть, я просто не знаю, мало ли. Ну, да, поэтому чуть-чуть, чтобы не портить. Первый раз, да? Попробуй. А ты тоже, наверное, первый раз попробуй. С кукурузой пьет. Это, это типа что-то гуджа. Когда? Гуджа. Напьете на все, 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 хватит, хватит. Попробуй. Это же фильм. Айран там, фузьма есть. Ну, не, он вкусный, вкусный, такой бодрящий. Я день 3 литра пьет. Каждый день 3 литра пьет. Это же второе. Знаешь, такое ощущение, как будто манка, вот мелкие фракции кукурузной муки. Кукуруза есть там, кукурузная мука и это, кутина есть. То есть, в принципе, можно на одном Айране, без еды. Вот они, углеводы там уже есть в мелком, в мелком виде. Вкусно. Не, не, он зайдет, тебе он точно зайдет. На диете кто сидит, наверное, хорошо. О, я дыкай любит лица. Вы надеялись. Каждый 5 литра дома варить. А, его варить надо? А, я думаю, просто... Кукуруза стала помягче. Кукуруза уже. Чувствуется, да, в конце. И соль, тоже. Послесловие. Вот мне нравится вот такой вариант. Не густой он. Вот, жиденький. Густой, это не хорошее. После густого опять пить охота. Морковь мелко нарезается. У вас самый пик народа, когда? До обеда или вечера? Вечером. Сегодня с суббота, воскресенье с утра начинается. Я сегодня восемь часов призываю. И сколько в день вы готовите? Две барана варят. Это шапка. В плов ушло два барана. Или на что другое? А, шуфа, курда. Барана. Вы один повар, что ли? На всю чайхану один повар? Успеваю. Успеваю, да? Успит просто. Пытаешь? Зимой два человека будем. Зимой не в печь. Зимой все от холода прячутся в чайхане. Сначала косточка. В первую очередь косточка. Всегда. Там эта шалгонная речка. Поэтому, когда вы спрашиваете, а есть какой-то секрет у блюда, вам говорят, нет секрета. Я знал, что добавить в воду. Ну, чуть-чуть. Я знаю, знаю. Это тонкости боварского дела. Морковь буквально 2 минуты не обжаривала. Сейчас еще узнаем самую главную деталь. Сколько нужно замачивать рис? Вот, дельзера. Минимум полчаса. И горячей водой. Сколько надо один раз? Один раз, все. Тогда полкушение. А если вот потом, если не водопадка будет, то бросаешь. Уже это никак вкусно дает. У вас уже рука набита, вы знаете, сколько стоит. Да, да, да. Чеснок, ну, хат, ничего не добавляете? Нет, я знаю, совсем не добавляю. Ката будет, это не полу. Чеснок в этом нельзя. Димой может. В этом... Для красоты даже не добавляете? Вкус дается. За сколько можно научиться плов готовить такой? Вот если я пойду... Куда придешь? Нет, учеником работать, если я пойду. За сколько я научусь? За неделю. За неделю. Мастер-класс буду давать? Мастер-класс. Ну, еще главное, чтобы желание было, правильно? У меня. Нет, желание не было. Сперва надо научить это, маковку нарезать. Да. А вы ее сами нарезаете, а у вас не продаются на рынках готовые, нарезанные? Нет, готовые, нарезанные. Сейчас нет. Сейчас ставишь. Дорогая же маковка. Стосово стоит. И самый главный вопрос, сколько нужно воды на Девзиру? Вот на эту пропорцию полтора литра. Не ошибешься? Или это зависит еще от риса? Вот ему два. Да, да. Есть рис литерки. Есть рис 2 литра. Чем старше рис, тем больше воды он выпьет. Да, да, да. Выпьет. Ты уже, уже, где-то практика. Нет, я не проходил практику. Я просто люблю смотреть, как готовят плов. Близко подходить не буду. Я вам показываю, вы меня спрашиваете. Еще раз, ответ на ваш вопрос. Можно ли мыть с моющими средствами казаны? Можно. И все моют моющими средствами. Все это легенда. Моющими, наверное, не моют где-то в гараж, да? И все. Где нет моющего средств. А так моют он. Ферри, обычный ферри. Отмывается. Хорошо сполоснулся. Не-не-не-не. Ни в коем случае. Не нарушаем традиции. Я так... Это значит неудив. Не-не-не. Вы готовьте, как готовите. Сейчас вот в кружке сколько здесь? Литр? Нет, если здесь, если мы выйдем. Меньше? Да. 500. Вот теперь видите. Если, например, перелил воды больше, чем нужно, здесь нужно играть огнем, да? Да-да-да. И еще вопрос. Девзиру можно превратить в шаблю или нет? Можно. Можно тоже в шаблю превратить? Нет. Если совсем много воды. Если совсем много воды. Да. Ну, если шаблы буду сделать, если ты сами готовишься на килограмм, килограмм на этот продукт, килограмм здесь не бросайся. Полки его. Здесь сразу, два раза. Множко, Саша. Вот, ну, вот на 800 грамм... 300 грамм. Если шаблы будешь, 300 грамм рисоваться. Ага. А воды как-то... Все, я понял. А еще водит туда еще 2 литра. Разрешение повара, друзья. Ой, блин, вода горячая. Смотрите. Вода прям реально горячая. Я вот сейчас рис еле держу. Видите, осадок такой от этого риса. Мелкая, красная пыль. Вот она, настоящая Девзира. А еще вопрос, Девзиру вообще моют, нет? А? Девзиру моют? Они что моют? 5-6 раз помыли, и потом только замачивать. Там интересно. Еще мясо. Смотрите, что я с моим рукой. Вот видите, вот про это осадок я вам и говорил. То есть это не крашеный какой-то рис, не мелкий толченый кирпич. А Девзира дают вот такую осадок. Сильное кипение. Вот такой вот огонь по мощности. Это кто-то уже заказал, да? Да, да. Это здесь сколько килограмм будет? 3 килограмма вместо. И 3 риса, да? Это не рис, это... А, это не для плова? Нет. А что за блюдо будет? Пирожок. Пирожок тоже? Где там плов, плов много не кушится. Пирожки любят. И вот если дождь, все на плов. То есть пошел дождь, значит, с диплом. Да, да, да. Виновники торжества, которые нас пригласили. Убегают искромно чуть от камеры. Пока. Пока. Это рулет из чего? Из карен. Это называется рулет. Мясной рулет. Это конина или... Нет, не конинар. Говядина. Говядина. Ты попробуешь? Сейчас попробую. Я потом. Это наши. Талибос. Очень хорошая колбаса. Талибос? А, талибос. Телячий халяв. Халяв. То есть без химии. Да. Прошло 20 минут. Я уже прошел. Как тебе зовут? Денис. Как? Денис, Денис. Денис, да? Здесь вот 4 килограмма. Уже заказали, да? Да. Это по-другому сейчас делаю. А какой риск будет? Здесь тоже будет герзок. Здесь тоже 3 килограмма перезок. Это на сколько человек? Это на немецовый. На 12? Не, на немецовый будет. Наверное, не хватит еще чего-нибудь заказа. Не, не. На 3 килограмма. Один килограмм на 4 человека. А хлоп один килограмм на 5-6 килограмм. Зимой. А летом 6-8 килограмм. А зимой 5 килограмм смело скушить килограмм. Минус 2 человека. Зимой. У тебя какой сайт? Денис и Таня. Что-нибудь наберите про Узбекистан. Да, я вас из Секоли видел. Из жены, да? Да, да, да. Я тоже после работы только на Южу послышал. Все, больше добавлять не будет. Нет, как говорится, она... Или увидите. Нет, пока вот сейчас кипит. Она спаривается. Когда спарился, надо добавить. Вот сюда тоже надо добавить. Сейчас же разговариваем, сколько сюда добавить. Мы с тобой сюда... Литр наливаю. Литр наливаю, да? Вот здесь литр не осталось. Это что, я мясо ни к чему... Подольше варили. Да. А если дольше варить, рис... Ой, морковь не разварится? Или ничего здесь страшного нет? Морковь ничего здесь не страшного. Неделю назад на свадьбе я 100 килограммов плова делал в Кашкентском. Из лазера? Лазера, да. Это... В 100 в одном казане или в двух? Два казана по 50 килограмм. Это сейчас горячей воды добавляется. Фрикатилка бы делала. Тов с фрикатильками? Все. Где повар? Руку надо спать. Договорится на 10 тысяч. Стопы работают. Потом все говорят плов. Таков плов не кушали. Короче, хайвай начались и короче, кто свадьбе делал. Добавили сверху. 15 тысяч до 5 тысяч до 5 тысяч. Я так рад, все говорят. Плов камень. Товик пустой идет, да? Еще даже аксакалы. Аксакалы это... Это старики. Старики из мачита, короче. Добавки спросили. Хорошо, когда радуются люди. Да, конечно. Благодарность повару. Ну, не спал, да? Устал. Вот это от... Всем спасибо. И говорят, каждый приходит. И пол вот так. От усталства ничего не осталось. Я как бодрый стал. И еще начинаю вот от... Сейчас мощный огонь должен быть, правильно? Сейчас мощный огонь. То есть, когда готовишь, например, аланга, столько воды точно нету. Вода чуть-чуть. А, это на лазер, да? Ну, лазер. Я лазер вообще вода не дополиваю. Рысь, морковку. Если лазер делать, да? На килограмм лазер, я полтора рис, морковку бросаю. И воду вообще не было. Воду вообще не было. От морковки воду. То есть, этого достаточно, чтобы распарить, да? Рысь на горячего. А, все, вы его максимум сразу... И сразу насыщаете водой. Такой пол получится без воды, да? На морковку, на воду делай, плавала вообще. Ну, там тоже такая тонкость, не сжечь. Правильно. На маленькой температуре... А, плазер маленький, маленький. И, наверное, побольше жира было, правильно? Чтобы он не подгорал. Да, да, да. Застыки зимы. Не, ну, просто, если мало воды, значит, побольше массу. Например, да? На свадьбу плов делаю, да? Если на 10 килограмм плов идет 4 литра масла. Я туда нанью 8 литра масла. Что плов... Долгая горячая система. Масло же надолго, если... Ну да, оно держит температуру. И потом, после плова все разъедешь, хозяева называешь. Вот масло 5 литров астаса вам готово. Оферировано. И забери другое блюдо вкуснее будет. А его же можно повторно вплоть в пользу? Ну, не только нахлопно. Можно на любой блюдо. И мой блюдо вкуснее будет. Если хозяева доброда, нам надо забирай, я домой забряню. Неправильно. Сейчас масло тоже дорого. Да сейчас все дорого стало. Масло, морковка. Я вам уже придала на закуски. Да ладно, уже там закуски вдоволь. Добавили еще чуть-чуть воды. Вот, каратул трепка. Я знаю, я в Андижане на границе с... Два дня у вас где они искали. Два дня, два дня искали. И два дня начали. С дома начали. Помню, начали. Две тонны, все заданы. И сколько здесь стоит он у вас? 150. 150 рублей килограмм. 140. Что сварится? Четыре острых перца. Что сварится это? Крышка, чтобы распарилась хорошая. То есть в конечном результате... Рис, у нас уже пошли годный рис. Готов. Воду тоже много. И масло тоже. В конечном результате, получается, воды вообще не должно остаться. Рис должен быть хорошо пропарен. Вот это камня сейчас уже. Ну, теперь понятно мне. Более-менее. Но все равно это... Ну, если... Раз в десять надо приготовить. Здесь долго будешь, проходи. Воскресенье завтра у нас много... Довида еще... Завтра у нас есть другие блюда есть. Один баран сразу на две казана. Тошхурда делаем. Тошхурда? А это что такое? Это баран целиком. Ну, не целиком, раздейте. Гимджис, может, или как? Казан закроется, как курдак. Это по-другому делается. А, вы уже отдали один пирожок? Да, да. Вот это готово. Второй пирожок. Да, это три кладова. О, не пришел. Здесь четыре кладова голова. Золотистый. Я черный голова не люблю. Что, пол, чуть-чуть золотистый. Русский парень пиво пьет. У него холодно там, не подошел. Что ты, издеваешься? Как вам холодно, и ты в 40 градусах пиво пьешь? А, русский говорит. Я же молчу, когда вы 40 градусах жареете. Кукчай. Герете чай. Ты паникнул, да? А сейчас сколько было? Я тоже попробовал пить. Оказывается, такой холодный пиво. Внутри жара. Жар дает. Жар дает. Я пробовал. Смотрю, все пьют. Одну шиповку и надувнем. Я кив подаю, вот тут шапку одевал, и блюк надевал. У меня холодно. Все в руках пьет. Смотрю, будка сойдет. Подошла. Тайна. И раз тоже открывается. Замок чуть-чуть. Я не смогу. Я могу даже вам сказать, что узбеки, которые приезжают в Россию, они холод переносят лучше, чем вот я. Они или не то, что более выносливые, что ли, критическим температурам. Да, там холода какие. Я быстрее заболею, чем узбек. Замок чуть-чуть. Воды нет вообще, вообще ноль. Казал уже себе рис забирает. Да, да, я вижу, морковь уже прилипать начинает. И вы сейчас отключите газ, правильно? Не совсем маленький. Чуть-чуть. Как свечку оставили. Ага. Смело, аккуратно, можно растить. И все, и теперь минимум огонь 20 минут. Вот огонь, посмотри, как свечка. Такая большая свечка. Ха-ха-ха. Через 20 минут все готово. Да. 25-27-го, да, беспекрасный. Вот и готовый результат. А вот и повар наш. Плово готово. Плово готово. Плово готово. Плово готово. Плово готово. Федь, давай, начнем с тебя. Пробуем. Все, давай, Федя. Все, давай, Федя. Начинай. С мехмонов начинаешь. Давай, Денис, попробуй. Я сейчас попробую все. Сначала Федя пробует. Он всегда заставляет меня на первую очередь. Нет, хочу, чтобы ты получил первые эмоции. Мясо мягкое. Рис, сейчас пойму, сейчас. Кур. А, ты чувствуешь? Мясо мягкое. Мясо мягкое. Мясо мягкое. А вот? Как-то, может, у меня есть. Мясо мягкое. Нет, нет. Мясо здесь нету. Мясо мягкое. Кресый рис. Кресый рис. Люблю вот такой. Слышал, что он сказал, как я люблю вот такой. Нет, я как и люблю вот такой. Вот такой. Вот такой. Тебе плов понравился? Мясо масло вот. Давай, Денис, чистый. Чистый. Как все? Да, хорошо потом. Нет, нет. Это вообще небо, это земля вот. Какой? Ну, страшно. Какой? Не буду говорить. Не, вот это поразили, ребят. Только честно, Федь, без обмана. Денис, ты сейчас попробуешь, вот скажешь. Давайте. Ладно. Я буду сейчас поль. Поль вене буду есть. Серьезно? Да, вкусно. Плов поближе. Плов поближе. Мне понравился. Я сейчас хотел сказать, он мне напоминает ошский плов, который я ел. Денис. Вот, я видел это. Кто не научил, да? Узбекиста. Они по вашим дорогам. Руками? Нет. Я пробовал. Не, я пробовал, но у меня не так получается. У меня все сыпется из рук. Вы-то уже привыкшие. Узбекиста тоже, понимаешь. Да не сужи. По-моему, ты ссор просил уже. Узбекиста тоже, понимаешь. Понимаешь? А так, говорят, не умеешь, да? Сейчас я тебе говорю. Нет, не умею, говорю. Я знаю 10 слов плохих. На самом деле плов очень вкусный, реально. Ага. Постоять, естественно, жир в теплый. Потому что повар профессионал. Да, вкусно, реально вкусно. Повару огромное спасибо. Когда говорят, что довезирает перловка, в данном случае такого не скажешь, потому что перловка, ну как жир. Нет, это не перловка. Вкус как? Вкусно. Как? Похож на андижанский плов? Нет, нет, нет. Попробуй. Попробуй. На самом деле я не буду, да? Да, похож на андижанский плов. Да, да, да. Конечно. Одинаково. Одинаково, почти что одинаково. Все зависит, на самом деле, от повара. Да, от повара. Повара. У кого он тут большой. Похоже, одинаково. А так, вкус чуть-чуть может по-другому, да? Вот ты когда ешь этот плов, ты именно акцент делаешь на рис. На рис акцент делаешь. Не на мясо, не на морковь, не на... А вы жиру добавляли? Я что-то не увидел. Жиру добавляли? Добавляли? Да. А, все-все-все, да, я видел. Когда морковь вы закинули, добавили. Не, вкусные. Жиру, если посильнее бросается, она не варится. Жиру на воду варится, да? Надо чтобы она распарилась, сварилась. Еще здесь попробуйте. Бедана тухом. А, уже Ташкентский плов-то было. Нее. Мы, аж юрский, больше берем, сколько бьем. Вот. Эт, это, кипно, селя, тепла, ашина пафта. Варится. Эт, эртага, Ташкентский плов, машета была, аши Ташкентский здорам зоро полшень. Эх, мама да вырады, мама. надо будет попробуем вкусный вкусный по ведь ты обещал съесть пол для гана мы ждем не мы вас не снимаем вас вообще не еще друзья смотрите что здесь дают какой-то напиток дает вот который мы пили только он так это айран это тот же айран в бутылке продается то есть и за другой вид из науток как называется бакай курут федя вообще первый раз ваша твои ощущения эмоции скажи пожалуйста честно здесь только честно очень понравится еще и про вкусный народ господин вот спасибо господин народ повара хорошие активно активно готовили блок смотрите смотрите ваш пас из монаке я это коротко слово сказали еще чума зла джон по уровню все полу смотрел ну ведь смотри теперь по приезду в шахрисовск ты будешь просить чтобы тебе приготовили рис из ты не будешь скучать по этому плову буду как-нибудь приеду еще раз то есть это не первое это это не последний раз ты вошел правильно не последний раз вообще в киргизии приезжайте как как по киргизски будет добро пожаловать ушки ленис не хушки лизис по узбек а по я попробовал я попробовал я попробовал да очень вкусно мне понравилось мнение на сейчас буду я я хочу понять эмоции так как мы находимся в киргизии по традиции сначала надеваем давайте мне надеваем как это называется правильно так колбак киргизский колбак посвящение в киргизии позже отлично да как хочешь ходи все нормально да конечно гости и наси с россия вопрос такой вот эту вот этот колбак уносится в жару именно да он там как какая-то подушка да да конечно конечно же нормально все так и поедешь в узбекистан наоборот на ноги он правильно делал а я и тоже правильно то есть это не для того чтобы ходить в мечеть как называется вот это по вашей жизни можно носить чайхана как называется белота белота вот она не на то обе а то было чайхане абил а то посвящен пол наш повару главный повар из манджан звонок своджа кадр жанат вот мой близкий друг вот платежки все дениси архат он это больше супер спасибо большое за подарок у меня есть уже одна так один такой колбак у меня находится в россии есть вот сейчас будет второй а мы вообще-то можем не думать вот так так вот так то тоже не обращается вот вот текст тоже ничего в общем давайте жить дружно вовсе улова самое главное за за вас спасибо за все хорошо всем у тебя места вот всем салам алиху Возвращаясь, Россия не вовремя, но не вовремя. Возвращаясь.